Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. И сегодня я встречаюсь с Ильичом. Были вопросы после нескольких наших предыдущих встреч. Ну, какие вопросы были? Вопросы были следующие. Откуда такая доходность? Кто такой вообще Ильич? Поэтому я снова встречаюсь с Иваном Вородионом и хочу спросить. Иван, а как Вы, ну, вообще пришли, с чего Вы начинали вообще, я сказать, ваше начало на этом бизнесе? Добрый день, Юрий. Еще раз добрый день, подписчики все. Наконец-то мы встретились у нас в офисе на Лубянке. Благодарю, что приехали. И с чего все начиналось такой вопрос, правильно? Да. Я долгое время занимался тем, что я выступал на тему госзаказа. Я разобрался в этом вопросе и я выступал, обучал госзаказчиков. Работал я выступал в РАНХИКСе при президенте РФ на Юго-Западной. Это такая академия. Это Российская Академия Народного Хозяйства. Да, Российская Академия Народного Хозяйства. Несколько лет я обучал заказчиков и поставщиков. Обучал? Обучал, да. И, конечно, у меня именно в этот период времени возникли некоторые клиентские уже отношения, где я людям помогал выигрывать тендеры, обучал, как подавать заявку, как сделать ЭЦП. И я считал. Тендеры считал экономикой. Достаточно быстро научился считать. Ну, чтобы представлять задачку, правильно? Видел, что это выгодно. И в какой-то момент времени, я думаю, вот учу-учу людей зарабатывать деньги и самому интересно попробовать. На тот момент у меня уже было несколько, у меня была своя компания и несколько субподрядов. То есть я был генподрядчиком, выиграл тендер на себя и отдал их исполнителям, которые, собственно говоря, их исполняли. Вот так я и пришел в эту сферу, в эту тему. Хорошо. А доходности какие там могут быть-то вообще? Потому что люди спрашивают меня, вот такие доходности. Я говорю, что, ребята, это бизнес. Ну, давайте представим какие-то примеры. То есть первый, скажем, проект, который был. Ну, расскажу вообще, как у меня это все началось. Вот я долго думал начать самому участвовать в тендерах и, соответственно, выбирал нишу какую попробовать. И на тот момент один из моих клиентов через меня выиграл озеленение и благоустройство территории. И там был тендер. Частично я косил траву. Я увидел, что это выгодно. И вот я думаю, ну зачем мне искать какие-то свои варианты, когда уже есть протоптанная тропа. Я, соответственно, начал подаваться в тендеры, потому что там была рентабельность 200-300% по косу территории. И первый мой тендер, который я выиграл, это было как раз косить траву в Московской области. Вот я никогда не косил траву, я выиграл этот тендер. И это был бипец настоящий для меня, потому что, ну, представляете, я белый воротничок, купил себе эти косилки, соответственно, нанял даджиков. Вот первый раз, я помню, заправлял бензином, не знал, куда он заливается. И, соответственно, выполнил тендер, несмотря там на все какие-то сложности, которые возникали. Я их всех лишал, консультировался, общался с людьми, заработал на этом тендере. Ну, заработал немного, скажу честно. То есть это первый мой тендер я заработал, с учетом того, что мне заказчик там выставил штрафные санкции и прочие вещи, я заработал 60 тысяч рублей. А тендер был выигран за 300 тысяч рублей. При этом я на аукционе опустился больше, чем на 50 процентов. Хорошо. А период? А период выполнения? Да. За два месяца этот тендер будет выполнен. За два месяца? Да. То есть вот если посчитать доходность... То есть перетабельность, ну, конкретно этого тендера, да, можем посчитать, она составила 20 процентов, получается, за три месяца. Ну, за два месяца, можно сказать, с учетом работы. 20 процентов за два месяца? Да. То есть, ну, траву косить целый... То есть это 10 процентов в месяц или там сколько, за два месяца? То есть за год, если мы говорим о годовой рентабельности, да, то есть если... Да, годовая, то есть давайте не годовые. Если аналогичные контракты, то есть вот можно таких два контракта там в сезон, допустим, от работы, и зимой какие-то аналогичные там тендеры по уборке снега, например, там, или есть такой тендер опиловка деревьев, то есть когда ты подготавливаешь как-то деревья, кусты, кустарники. Слава Богу, я этим не занимался. Вот. И, соответственно, общая рентабельность составит 80% годовых. Это если у вас будут самые злые заказчики, которые будут вас там штрафами пугать и прочими вещами, и вот вы, как предприниматель, вообще никакого опыта не имеете. Ну, это первый раз, наверное, это, во-первых, просесть, потом... Да, я хочу сказать, что я купил, у меня осталось с этого тендера три косы, которые до сих пор у меня волоса, и трактор еще купил. И трактор? Да, маленький мотоблок за 50 или за 60 тысяч, я уже не помню точно. То есть если посчитать с оборудованием, то моя рентабельность, она составляет. А, то следующий проект уже не надо? Конечно, конечно, да. То есть в деньгах я чисто заработал, соответственно, 60 тысяч рублей. Но при этом купил оборудование. И у меня оборудование, как бы, еще осталось... Основные средства, можно сказать. Основные средства, да. То есть это... Косы у меня профессиональные, были по 20 тысяч за косу. То есть это... Здесь понятно. Достаточно. А какой участок был? Участок был большой? Ой, участок был, правда, большой. Это было шесть маленьких райончиков в Серпухово, Московская область. И там какая-то лесополка еще такая большая вдоль трассы. Я не могу сказать в гектарах или там в метраже, сколько сейчас. Но могу ссылочку кинуть под контракт. Ну, какой это был контракт, чтобы мы могли зайти и посмотреть. Да, спросу для проверки. Да. Почему это возможно? И, соответственно, если с учетом оборудования, как бы, посчитать, то рентабельность у меня она не 20 процентов составила. Ну, наверное, порядка 50 процентов. Потому что это основные средства. Ну, хорошо, это сезонная работа, ладно. Еще проект. А следующий мой проект был. Вот я уже, помните, упомянул, что когда я пришел в этот покос травы, у меня уже выполнялись субподрядные работы. Ну, какие-то у меня уже отношения были с заказчиками. То есть меня знали, мне звонили, набирали. Вот. И мне предложили на конкурентных началах поучаствовать в тендере по оцифровке документов зайти в тендер и поучаствовать, составить конкуренцию. И этот тендер мой второй. То есть если первый тендер я выиграл на 300 тысяч, то второй тендер я выиграл на 4,2 миллиона рублей. Вот. А что такое оцифровка документов? Это вот такой, допустим, документ. Мы его переводим в электронный вид. Сканировали и дальше он выводится на компьютер и пользуемся этим документом. У этого заказчика в день нужно было сканировать 15 тысяч листов, чтобы вы понимали объем. Это очень много. Это не мало как бы. И вот как раз таки первый раз в своей жизни я столкнулся с тем, что у меня нет денег на то, чтобы его исполнить этот контракт. То есть я его выиграл, он был выгодный очень. И для его запуска мне нужно было найти 600 тысяч рублей. Нужно было сканер купить и нанять персонал. Нужно было 6 человек, которые будут сканировать каждый день. То есть это вот эти люди, они располагались на территории заказчика. Мне не нужно было иметь свой офис. Мне не нужно было это все держать у себя. Я нашел своего первого инвестора, который вложил денег. Знаете, под какой процент я занял деньги? Это было 6 процентов в месяц. В месяц? Да, в месяц я платил 6 процентов. На минуточку вот те свои решения, которые я сейчас предлагаю для инвесторов. Потому что я понимаю прекрасно, не у всех такая рентабельность. Конечно. Это как бы 3 процента в месяц. Поэтому кто-то может удивиться, что 3 процента это много. Но когда мы имеем дело конкретно с бизнесом, то это вполне нормальные условия. Я считаю даже очень выгодные условия. И то, что я для вас подготовил, это как раз таки вот один из таких расчетов сметных. Называется это БДР. Бюджет движения денежных средств. То есть здесь расписана экономика конкретного проекта. Можно увидеть, сколько стоит сканеры, сколько стоит материалы, оборудование. Единственное, здесь не чисто сканирование, здесь еще архивная обработка. То есть документы нужно перебрать, упорядочить, разложить по папочкам и только потом отсканировать. Это определенные дополнительные затраты. Но и в целом как бы с учетом того, что нужно сразу две компетенции иметь. И быть архивистами, скажем так, вынимать в документообороте. И нужно еще и быть оцифровщиками, сканировать. Это увеличивает маржинальность. Понятно. Ну, мне кажется, вот интересный проект. Почему? Потому что, смотри, здесь нет схваток. Да нет транспортировки. Ну, то есть все в легковую машину влезает и пошел. Так и есть. Не нужно цеха производственной. Потому что аренда глушит все сейчас. То есть аренда глушит все. А здесь не нужна аренда. И есть такие проекты, их можно найти правильно. Все верно. Вот именно оцифровка пришла ко мне. И я занимался ей где-то порядка четырех лет плотно. И потом уже начал выходить из этого. А кто были заказчиками, кстати? Моими заказчиками стали архивы Московской области. Правительство Москвы в лице департамента культурного наследия. Это Государственная Дума. Это федеральная и в городе Север. Государственная Дума? Государственная Дума, да. И ты туда приходил в Государственную Думу. Представляете, я как ИП Иван Родионов. Выиграл тендер в Государственной Думе. Да, и исполнил этот контракт. Вообще круто. То есть смотрите, друзья мои, вот это вот государственный контракт, который государство говорит, давайте больше давать на Частникова. Это работает. То есть вот он, живой человек. Это живой пример, да. Это живой пример. Мы можем даже самый просто номер контракта, чтобы посмотрели в архиве. Если кто не доверяет, то пожалуйста. Иван Родионов и Иванова собственной персоной. Вот. Хорошо. Ну а сейчас какие-то контракты есть тоже, так сказать, идеи какие-то инвестиционные? Ну, я вырос из этого бизнеса, да. То есть, чтобы вы понимали, у вас есть тоже или был бизнес, да, в типографии. Да. И любой бизнес предполагает, что ты там занимаешься и сканерами, занимаешься и сотрудниками, и все это вещами. И в какой-то момент тебе это надоедает. Если бы ты не успел это полностью все делегировать, вот, и выстроить из этого систему, то тогда этот бизнес, он уже, как бы, начинает работать не на тебя, а против тебя, по сути. Ну, это мой подход такой жизненный. Поэтому я для себя выбрал новое направление, где я отлично себя чувствую. Это как раз я помогаю предпринимателям, тем, кто исполняет госконтракты. Я привлекаю деньги, я консультирую, я помогаю, соответственно, с точки зрения консалтинга найти решение, как эти контракты сделать еще более выгодными. И, в целом, все участники этой цепочки выигрывают. Еще один вопрос, люди спрашивают, а зачем там деньги? Ну, просто вот люди не понимают, как исполняется контракт, что там надо зарезервировать сначала, когда участвуешь в тендере, да, а деньги получаешь уже потом, а то, что выполняешь, ну, как бы, на свои деньги, правильно? Давайте на примере вот расскажу первого своего контракта, вот этого большого на 4,2 миллиона рублей. В чем суть? Вот есть контракты, где заказчик платит помесячно. Допустим, вот я выиграл контракт, вот этот на 4,2 миллиона, это контракт целый год я сканирую документы. Это, кстати, был здравнадзор, это федеральная служба. И в конце месяца мы подписываем акт заказчикам выполненных работ, и мне приходят деньги. Вот, и мне, чтобы выполнить этот контракт, нужна была небольшая сумма, всего 600 тысяч рублей, а контракт при этом огромный, 4,2 миллиона. Но большинство заказчиков делают таким образом, что они платят единоразово, то есть, после. Да, они платят, когда уже работы выполнены. Вот мне это знакомо. Да, вот если бы этот же контракт, который на 4,2 миллиона рублей, да, мы рассмотрим, и заказчик сказал, что я заплачу, когда вы целый год посканируете, да, мне, то тогда на запуске этого контракта он был не менее выгодный, но он был бы чуть менее выгодный, потому что я бы вложил туда ресурсы, которые мне стоят дорого, да, но тогда бы на запуск этого контракта мне было нужно в районе 3 миллионов рублей, чтобы его исполнить. То есть, эти деньги я должен вперед вначале вложить в виде оборудования зарплаты, и только потом, соответственно, заказчик мне заплатил бы сверху по договору, и эту разницу я бы оставил себе. Вот. Естественно, разница в таких вот условиях, она предполагает, либо мне нужно инвестиции в размере 600 тысяч рублей, либо мне нужно инвестиции в размере 3 миллионов рублей. Понятно, да? Да. Скажи, а вот, я вижу, у тебя есть фаль какая-то. А что это? Давай, я сразу не пришел. Эту медаль, эту медаль я на самом деле надеваю только в особых случаях. А сегодня наше интервью, это вообще особый случай у нас с вами. То президент Филиппин приезжает, то, соответственно, какое-то мероприятие. На самом деле, эту медаль мне вручил префект Юго-Восточного отруга. То есть она настоящая? Конечно, она настоящая. У меня есть документ. Вот. Любая государственная награда наносит еще и документ, да, который подтверждает. Соответственно, я… То есть это правительственная награда? Да. Это правительственная награда. У меня их несколько таких. Одна из них, как бы… Это я являлся там активным волонтером в подготовке юбилея Великой Отечественной войны. Есть у меня, соответственно, тоже правительственная награда по поводу того, что я был достоин номинации для «Приниматель года» в 2017 году. Это такие, как бы, существенные веки в моей жизни. Но вообще, если исторически сказать, то мне очень далеко до моих предков, потому что один из моих прадедов имел четыре георгиевских креста и был кавалером, соответственно, с четырьмя крестами. Представляете? Поэтому есть предпосылки для получения такого рода награды. Я думаю, что мы ответили на часть вопросов, которые есть, по крайней мере, о том, откуда берется вот такая доходность гигантская, для чего нужны деньги при инвестировании, потому что надо вкладывать сначала свои, а потом уже разрабатывать. Я думаю, что еще про какие-то бизнесы у нас еще будут встречи конкретные, реальные, правильно? Да, конечно. То есть мы можем представить какие-то вещи. И я думаю, что мы ответим на все вопросы, поэтому задавайте вопросы, которые есть. А на сегодня, наверное, все, потому что время уже... Благодарю вас за интервью. Рад васить в первый раз у вас. Спасибо за... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!